здравствуйте с вами путь правды я владислав брик у нас сегодня в гостях не ценка максим витальевич здрасте здравствуй это парень который был взят в плен несовершеннолетним спецслужбы украины и который по обмену оказался в городе донецке недавно human rights watch это правозащитная организация распространила доклад о том что происходит на украине в сбу о том что происходит на украине в тюрьмах о нарушениях права человека о нарушениях происходящих во время суда до судебном следствии полный расклад по всем украинским правонарушениям сегодня мы как раз вот в этой теме пообщаемся с максимом максим насколько я помню был взят сбу с устроенной провокацией было на этот момент тебе 16 лет 16 лет то есть если я не ошибаюсь товарищ вот этот сознательный украинец который тебя подставил он был нештатным каким-то наверное сотрудникам из двум почему-то он был с грузинской фамилией его звали захар сангулашвили он представлялся по-другому я позже узнал как на самом деле зовут и на суде он был в маске до его приводили как легендированная личность в камуфляже маски чтобы якобы его никто не узнал получается ты с ним не был знаком до происходящих событий можно сказать что он тебя нашел в соцсети через знакомым незнакомый сказал что со мной хочешь поговорить человек я с ним списался начал встречаться у меня что предлагать разные активные действия там до начали дальше встречаться после мы договорились там мост или что-то он предложил про нас тут взрывчатку нашел таксиста договорились мы на определенную дату 18 марта 15 года до 15 года он нашел таксиста мы поехали на этот железнодорожный мост заложили это все от 600 метров нас приняли сбу они тебя каким-то образом шантажировали ведь ты же не замечен был до этого в таких действиях нет нет ранее не судимы все такое слышал что в изюме там было несколько таких сюжетов несколько таких провокаций да по-моему сергей дегтярёв ему срока дали 10 лет сколько я помню точно такая точно такая же дата к чуть-чуть по-другому то есть с сбу работает на публику на информационную войну получается вылавливает людей и потом с помощью провокаций раскручивает вот вот эту вот борьбу с террористом чисто звездочки зарабатывать это у них практикуется очень хорошо они тебе что-нибудь говорили вот по этому поводу когда ты был в сбу конечно говорили то есть они ну они фактически признавали что это провокация ведь это муляж это и в документах написано след как по-русски перевести по украински с личо следственный эксперимент да 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 написано муляж все такое подготовили сбу этот внештатный их не агент документах написано что по ходатайству следователя изменены его анкетные данные на игорь игореванов или иван петров улицу поменяли где он живет все такое а когда тебя арестовали какие к тебе применяли мировое действие сначала для моста там били руками ногами то есть они били сразу ничего не расспрашивали ну да не предъявляя никаких обвинений сразу обвинение предъявляли уже в здании избу города изюма там сам больше били в изюме а потом повезли в харьков к следователю который не задерживал там я пробыл до вечера мне допросили без адвоката без родителей родители вообще не ни на каком этапе не приглашали родители были но начал не допросили потом через определенное время пришел адвокат и через час через час через два где-то пришли тут приехали только родители и потом меня должны были вечером повезти на больницу проверить на побои все такому заехали на больницу вместе с оперативниками сбушными и доктор отказался не досмотрит потому что я несовершеннолетний и они развернулись и поехали сразу в ввс я там пробыл два дня мне дали санкции на рейс суде я поехал в сизо что они хотели они тебя бывали выбивали признательное показание да да получается они хотели сказать что ты изначально был настроен против против противо украинский и в связи с тем что происходит война ты вот заложил под этот мост вот вот эту тему не раскручив по каким статьям они тебя попытка диверсии это получается статья 15 час 2 статья 13 и попытка поджога госимущества статья 15 час 2 это попытка идет 194 2 но ты до всех этих событий в какой-то организации состоял или ты высказывал какие-то то есть они просто как на странице был на странице были репосты все остальное только я вот из-за репостов за тех противовоенных на хорошо что у тебя со здоровьем сейчас после всего происходящего она сейчас по больницам нам зубному туда-сюда уходит много денег там адвокат на суде подвал ходатайства в поводу моего обследования здоровья в судебно-медицинской экспертизе чем был отказан направлено это обследование на территории сизо где соответственно ничего не проводилось 2 расправили третий расправили и никаких результатов не дало это адвокат государстве сначала был государственный потом был платный платный адвокат и тебя вот я хочу понять решение суда какой-то было вообще по тебе нет я просудился 29 только разбирали дело то есть тебя поменяли у меня забирали мне еще один был один свидетель который недопрошенный еще видео аудио смотрели документов все кучу из тебя на обмен подали у фактически дело судебное незакрытого да 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 или закрыта нет не закрыта у меня честно уже в розыске на территории украины то есть они обратно тебя подали скорее всего розыск я к чему я наверное думаю еще одну статью добавили 263 или сепаративный терроризм еще третья статья наверное есть тебе же получается ты совершеннолетний сейчас они ко мне приходили еще шестнадцатом году в декабре ты был на эвесе предлагали по поводу обмена написал что согласны все такое до нового года до рождества жди поедешь это получается они тебя фактически не могли ничего доказать и поэтому они вот тебе предложили обмен я так понимаю я же еще в списках вот этот человек который мы тоже на слуху там был до дегтярев он же не обменен он просто ему дали 10 лет и все вроде бы до его домой видео же так пересекался с ним когда ездили на суды все скажи пожалуйста тут наши украинские в кавычках партнеры распространяют фейки о том что все обмененные люди с той территории сидят у нас на подвале сидят там какое-то время в тюрьме у тебя была беседа с мгб какая-то до беседа так двухминутные почему арестовали при каких обстоятельствах били не били очень больше ничего проводили обследование кого надо лечили команда делали операцию у тебя проведено обследование давно пройдем обследование у меня все нормально не то что нормально болезни какие то есть но часто и где живешь сейчас ребят подвалишь нет ребята в магаз квартиры сейчас там придет на время живущих работу туда-сюда найти буду снимать или вообще в общежитии или сам квартиру сниму то что с тобой проводились вот эти пытки зафиксировано уже где-то нас комиссия здесь работает сейчас которая будет подавать все эти иски ты будешь обращаться конечно ну пытки не были не сняты не побои ничего писали мы с государственным адвокатом заявление генеральную прокуратуру и на было отклонено а эти бумаги сохранились вообще наверное ждали на моих не видел можно на раз все таки истребовать я так думаю регистрируется регистрируется подача заявления если она была отклонена ну должно быть зарегистрировано если запрос наверно дать то может что-то ответит получается ты школу не закончил не из-за этого тебя взяли в марте это не был я это последний год у тебя до 2 месяца оставалось ты планируешь доучиться на конечно и что дальше доучиться потом лето я погуляю и потом к нервис институт будешь поступать на данный как тебе в донецке как город для тебя классно вообще заскучился здесь раньше жил родной город и мы ты жил в донецке да 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 потом в 7 8 году переехали возьму ты планируешь получиться жить и работать здесь или как ближайшие лет пять-шесть точно здесь будем надеяться что у тебя все будет хорошо подавай документы все что нужно я думаю что власти донецкой народной республики помогут тебе спасибо спасибо за беседу с вами была программа путь правды я владислав брик и наш гость не цинка максим спасибо спасибо до свидания не не переключайтесь